Всем привет! Сегодня у нас 20 июня и на наши сервера пришло очередное обновление. Обновление в принципе небольшое, но ожидаемое. Я его кстати не заметил на китайских серверах, наверное оно было раньше, так как доступа не было к высоким стадиям. Да, вот в принципе нам добавили новые стадии 240+, которые вот, да, вот эти вот. Давайте мы быстренько пройдем то, что успеем, ради того, чтобы посмотреть, что дают. Да, значит, здесь как обычно книги красные, вторые. Есть надежда, что вот здесь вот будет что-то. Опять те же седьмые звезды, не те же красные два шмотки. То есть ничего нового не придумали. Да, я так понимаю. Нужно еще посмотреть, что будет на следующих стадиях. Вот. Ну, есть надежда, что может быть на вот этой ветке, вот на той, которая повыше будет. Так, здесь мы будем проходить на авто, я думаю, по-быстренькому. На доверии, да. Пока поговорим о том, что было в прошлом обновлении. В прошлом обновлении мне сказали, ты не понимаешь, там эти обновления только для новых, для донатеров и тому подобное. Это по поводу святынь, да. Я вам скажу наоборот. Эти святыни, которые добавили дополнительный слот богинь, да, который можно открыть при помощи схрещивания такой же святыни. И я вам скажу, что это более для новичков. Почему для новичков? Потому что, например, четвертую святыню донатером, ну, они так купят, понятно, но это, типа, сложно. А вторую святыню, например, вот человек только начал играть, у него есть двойная святыня и все. И он заходит там на этот серверную битву, да, и получает еще одну вторую. И бац, у него уже третья. Хотя, например, он бы не донатил, то есть на третий слот, трехслотную богиню, он бы не вкидывался бабки. Да, у него не будет слота на артефакт, но у него будет еще один дополнительный слот для богини. То же самое и в дальнейшем он сделает себе тройку, выбьет, например, с того же межсерверной битвы, да. И опять же получит еще один слот, четвертый. Единственный минус, то что у него не будет там артефакта. Ну, говорят по китайскому серверу или корейскому, что будут еще улучшаться. То есть при открытии второго секретного слота будет появляться слот на артефакт. Но насколько это правда, я не знаю, потому что это только слухи. Вот. Так, ну что, стадии проходятся, но в принципе пока ничего такого нового особого нет. То есть была надежда на то, что будут хотя бы свитки зачарования Красный 2, там, например. Либо же шмот дракона Красный 2, который идет, будет идти с сетовым. Но пока вообще ничего нового нет. То есть все, что было, все старое. Абсолютно. Ну, в принципе, это очень сильно разочаровывает на самом-то деле. Потому что была надежда на какой-то апдейт именно не только вот вам пару стадий, вот вам пару звезд, добейте созвездие и все. Ну, блин, ну и ладно. А где же новый контент? Ничего нового. То есть все у нас старое, да? Вот те же звезды, те же богини. Хотя бы богини десятых поставили бы сюда. Ну, либо проблему с золотом, например, золото побольше, чтобы падало со стадий. Ну, или миражей, или, ну, чего-нибудь. Это же хай-левел контент. Почему нельзя было там улучшить? Реально, ну, чем? Они просто нам добавили дубликат последних стадий, да? Те же последние стадии и еще раз. Я так понимаю, что на второй части то же самое будет, потому как стадии всегда идут по два уровня, потому что шмотки дублируются. Это, конечно, печально, на самом деле. Так, быстренько пройдем, сейчас посмотрим, что там следующее будет. Может, и добавили больше, может, это просто первых, вот, первую и вторую будет дублировать, а дальше еще будут новые стадии с новым шмотом. В принципе, давно люди писали, то есть там, где разработчики часто просят, напишите, что бы вы хотели видеть, что интересно добавить и тому подобное. Много кто писал, что бы добавили новый шмот, например, синий, черный, там, например. Ну, потому как давным-давно уже все собрали К2, да, и давно хотели бы уже, давайте, что-нибудь еще. Как бы, уже давно умер процесс развития по шмотам, да, добавили там шмот дракона, там, еще что-то добавили. Ну, оно, блин, ну, уже половина собрала этот шмот и проточила, в принципе. А обычный шмот уже давно умер, скажем так, потому что он уже у всех, наверное, годами уже К2, у тех, кто играет давно. Да, для новичков там, это еще степень развития, ну, вот, для нас, нас нужно чем-то цеплять. Потому что уже люди очень много, кто, так, смотрят на игру, ничего нового, да? Нужно вводить что-то. По обновлениям, кстати, то, что есть на других серверах уже давно, но чего нет у нас, я вам сейчас еще скажу. Значит, ну, такие маленькие, скажем так, более косметические, или, я не знаю, ну, ну, в принципе, особо не затрагивающий процесс изменения. Значит, у... Там, где бой яиц, да, вот, там, где вы бьете золотые, обычные, там есть список, который запоминает то, что вы выбили. В принципе, это есть на американском, это есть на корейском сервере, да? И еще есть пароли на продажу, да, на рынок. То есть, если вы ставите какие-то, выставляете вещи на торговлю, то вы можете поставить на них пароль. Ну, к примеру, с твина вы просто выставляете кольцо, слова лорда, и ставите за 2 копейки, ставите пароль, заходите на основу и покупаете. То есть, в принципе, на Америке, на Корее это все есть. У нас же на русских серверах этого нет. Кстати, недавно, вот буквально дня 2 назад прошла обновленная локализация русского клиента, где немножко поменяли название статов, там, плюс урон, там, и тому подобное. Вместе с этим изменили описание скиллов магов. Была версия о том, что их подняли, потому что там добавилось описание о плюс уроне, которого не было, к примеру, либо же больше. Но, на самом деле, они так и были. Да, то есть, это версия изначальная, просто у нас был неправильный перевод. То бишь, ничего бояться не стоит, магов не подняли, то есть, осталось все как есть. Сильнее они не стали, просто поменяли описание, это была локализация. И вот мы все там испугались, так как описание было старое, без плюс урона. Здесь им еще добавили плюс урон, маги и так читерны. Ну, вот так, А2 шмот, то, что и говорилось. То есть, в принципе, вторая ветка тоже самое. Ну, сейчас мы дойдем до конца, посмотрим, будет ли еще одна ветка в 10 стадий. Ну, здесь как бы усилили немножко мобов, а толку... Так, где-то здесь должно быть... А, нет, нету. Усилили мобов, а толку никакого, на самом деле. Ну, реально, очень бы хотелось бы увидеть какой-то новый шмот здесь. Либо же, ну, увеличенный прирост, там, миража, увеличенный прирост, ну, я не знаю, там, зону. Золото. С золотом проблема вообще сумасшедшая, на самом деле. На сервере, на всех серверах, на хай-левел контенте, очень большая проблема с золотом. Если вас, вы только начинаете где-то играть, или там, планируете, или еще там, в середине развития, то, ребят, собирайте золото, потому что оно вам пригодится, с ним большущая проблема. Реально, очень плохо, очень недостача такая сумасшедшая идет с золотом. Потому что в дальнейшем золото нужно везде. На стадии, на руны, на... Ну, блин, только, куда только ни возьми, везде нужно золото. Так, осталось еще тут у нас 5 стадий. Проходится медленно. Ну, я стараюсь сглаживать вам это времяпровождение, как только могу, на самом деле. Да, кстати, и по поводу боссов, которые ввели, возможно, К2 шмот драконов, да, будет на новых боссах. Сейчас мы добавили боссов с К1 шмотом, а в дальнейшем, я думаю, добавят еще с К2. Но К2 шмот, как я помню, он будет сетовый. Будут сеты по драконам распределяться. Соответственно, на каждого дракона нужны будут своего типа шмотки. Поэтому нужно будет, мало того, что ходить, там добавят еще 4 боссов, я думаю, дополнительно. И в этих 4 боссов вы будете выбивать, например, сокровища, да, и сокровища будет 4 типов. То есть, собрать будет немножко сложнее, но, в принципе, реально. Вот, и они будут собираться с сетом. Сет будет давать дополнительные бонусы. Сет состоять будет из 4 частей. Вот. Вот, такие вот маленькие нюансы, которые я, в принципе, знаю. Чтобы еще вам такого интересного рассказать, пока мы тут эти стадии проходим. Вот. Да, обзор персонажа будет на 13 миллионах. В скором времени выйдет видео по богиням. По рандеву дополнительное. По каждой из трех. По 10 рандеву подряд. Что у нас еще нового выйдет. По видео. Даже не знаю. А, да. Есть в планах еще сделать обзор топ персонажей памятника. Именно по всем серверам. Не серверам, а регионам. Да. То есть, Америка, Корея, Япония. Америка, Европа, Азия. Вот, сделать вот такой вот интересный обзорчик. По всем посмотреть, у кого какие персонажи там преимущественно. Например, на Корее есть уже 19 миллионов персонажей. Чтобы понимать, кто куда уходит. У кого больше магов, у кого больше упырей, воинов. Вот. По обновлению, если у вас есть какие-то добавления, я бы так сказал, чего я не заметил. Но я, в принципе, обычно осматриваю все. Единственное, что могут быть какие-то соединения серверов, которые я не учел. Но я не могу о соединении серверов узнать. Потому как серверов у нас уже 200, там что-то 60. И следить за каждым это очень тяжело. А обновлениях, то есть в анонсах не пишут то, что будут соединяться сервера или межсервы меняться. Поэтому, если что-то у вас там меняется, пишите в комментариях. Чтобы люди понимали, что были изменения в межсервере, либо же в соединении серверов. Вот. Так, осталось две стадии, да, по-моему, если я не ошибаюсь? Да. Ну, сейчас мы иногда пройдем. Ну, и есть надежда, что после этих двух еще будут парочку стадий. То есть еще два круга, и там будет какой-то новый шмот. Это было бы вообще великолепно, на самом деле. Но я думаю, что если бы там был какой-то шмот, мне бы уже там с криками писали. Либо ватсап, либо еще куда-то. Да, если у вас есть какие-то вопросы. Лично ко мне, по персонажам, по развитию, по советам. Пишите мне в инстаграм, в директ. Там есть на канале ссылка на мой инстаграм. И, в принципе, можете подписываться и писать мне любые вопросы со скринами. И я вам отвечу абсолютно спокойно, не бойтесь. Я не какой-то там гордый. То есть, в принципе, на все вопросы отвечаю. Советы даю. То есть, это не проблема. Единственная проблема, это то, что я не сижу постоянно в игре. У меня еще есть основная работа. И бывает, что я просто занят и не могу физически ответить. Но я отвечаю в любом случае. Просто, когда у меня появляется свободное время. Так, последняя стадия. Ну, как последняя. Ну, есть надежда, что нет. Но из тех, визуально, которые были, это последняя. На хай уровнях, то есть, типа, сложностях я пройду уже позже. Показывать сейчас не буду. Нет смысла тратить время на это все. Смотрим, что будет. Так. Так, так. Ну, это понятно, обычный хлам. Так, смотрим, что здесь. А здесь все. Новых стадий не завезли. Скажем так, именно чего-то нового в стадии не завезли. То есть, мы просто прокачаем сейчас созвездия немножко, да. И все, Лира до конца. А, недостаточно звезд. Подождите, а почему недостаточно звезд? То есть, типа, еще одна нужна. Ну, в принципе, вот. Лиру до конца докачали. Звезд стадий две. Здесь я не вижу. И пишет недостаточно звезд. Ну, вроде как, все уже прокачано. В принципе, такое. Вот. Значит, нового не завезли шмота. Завезли только стадии. Стадии повторились. Здесь, в принципе, ни о чем. Я на самом-то деле разочарован. Я надеялся на какой-то новый шмот. Ну, спасибо и на этом. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok